21 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Значительная часть выступления была посвящена состоянию российской экономики и перспективам отечественной промышленности. МашНьюс приводит основные тезисы. По версии президента, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Уже в марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка триллиона рублей. Это не эмиссионная политика, все делается на прочной рыночной базе. Как сказал Путин, нам предрекали спад экономики 20-25%, валовый внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1%. Это самые свежие данные. Многие гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, но и значительно нарастили производство. Не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы. До пандемии безработица была 4,7%, а сейчас 3,7%. Президент отчитался, что страна фактически вышла на новый цикл роста экономики. На первый план выходят новые перспективные глобальные рынки и собственный внутренний рынок. Непоставки сырья за рубеж, а производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет раскрыть потенциал России во всех сферах. Смысл работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи. Оборона страны – важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику. Уже принято решение продлить скоростной автомагистраль Москва, Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе существенно расширит экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии. Будут развивать порты Черного и Азовского морей, особое внимание уделять международному коридору Север-Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метров. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. В планах ускоренная модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа, наращивание возможностей Северного морского пути. Запущен инструмент промышленной ипотеки. Теперь льготный кредит можно будет взять не только на покупку производственных площадей, но и на строительство или модернизацию. Сумма такого кредита до 500 миллионов рублей. Он предоставляется по ставке 3 или 5 процентов на срок до 7 лет. С этого года действует новый режим работы промышленных кластеров, в которых снижена фискальная и административная нагрузка на компании-резиденты, а спрос на их инновационную продукцию, которая только выходит на рынок, поддерживается за счет долгосрочных заказов и субсидий от государства. Эти меры должны обеспечить к 2030 году реализацию востребованных проектов в объеме свыше 10 триллионов рублей. Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Причем эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом, в полтора раза больше фактических затрат. То есть на каждый рубль вложенной компании в покупку такой продукции приходится налоговый вычет в полтора рубля. Путин предлагает распространить такую налоговую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом. Просит правительство внести предложение по перечню такого оборудования по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот. По его версии, мы должны существенно расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. Отдельное решение необходимо для привлечения капитала в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций. Важным источником инвестиционных ресурсов Путин назвал «долгосрочные сбережения граждан». Он попросил правительства Российской Федерации ускорить внесение в Государственную Думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладок. Также надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников. Важнейший элемент экономического суверенитета, по версии Путина, это свобода предпринимательства. «Каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку». Он считает, в связи с этим, правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, но, по версии президента, в этой сфере не должно перегибать палку. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации. Он просит правительства в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшеризации экономики. Бизнес, прежде всего в ключевых секторах и отраслях, должен действовать в российской юрисдикции, сказал президент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова